итак всем привет с вами полина и наконец-то новое видео и сегодня у нас на адресу из одноименной игры и так как вы уже можете заметить я наверное не знаю первый или второй раз начинаю свое видео со скетча потому что не знаю мне почему-то захотелся показать какие-то рисую и думала дальше видео будут уже начинаться со скетча хоть у меня не полный скетч потому что вспомнила о том что я это видео хочу снять со скетчем я только на этом моменте и так сейчас я рисую скетч и меня была задумка нарисовать какую-то экшн позу наконец-то все-таки выдалось вырусит шанс и персонаж которого я могу нарисовать какой-то более-менее какой-то позе не знаю эпическое не знаю но я попыталась нарисовать что-то такое эпичное вот и это босс файт я рисую по первой части поэтому именно а мы рекомендовали с элис и это второй босс по моему командир сорока ножек если я не ошибаюсь и и это уже как бы конец босс файта конец драки с ним и просто мне запомнился тот момент когда когда его побеждаешь и так вот эллипические на куски так разрывается и прям так все варежет кровь и так все красиво вообще сделано несмотря на то что это игра относительно старая первого года и как бы графика там уже устарела как бы но до сих пор смотрится очень круто и даже жива бы это не странно поначала вот и поэтому я здесь изображаем тот момент да я уже прям вот самый последний момент самый эпический когда рис ее купила такой вот самый интересный момент сейчас я делаю лайн и лайн я решила сделать темно-синим цветом потому что по моему так не так броско и все время я хотела лайн сделать во первых либо его не делать либо его делать можно менее заметно да вот я смотрю на работу других и блин понимаю что у них лайн какой-то ну менее заметный его почти не видно если присмотреться то конечно у тех художников на которых я опиралась и которыми вдохновлялась но у меня почему-то он такой прям броски мне это все так не нравилось поэтому я его теперь пытаюсь сделать не черным каким-то синим и как можно менее каким-то ну как можно более тонким даже я честно не знаю вот у меня такое впечатление что на бумаге выходит лучше лайн арт делать чем в диджитале вот если вы что эти так же или по-другому напишите мне интересно знать потому что я могу ошибаться конечно но я очень вот очень долго и на онлайнами как-то мучаюсь стараюсь и хоть слишком хорошо но я стараюсь вот она на лайн у меня наверное ушло наверное больше всего времени хотя точно не знаю но по моим ощущениям для меня это был таким самым муторным моментом я застряла бы и И как вы можете видеть, я сейчас прихожу уже к покрасу, и окрашу я волосы моим последним методом, вообще я в последнее время очень полюбила акварель, я наверное говорила это раньше, но теперь я еще раз об этом хочу сказать, потому что новый мой метод рисования волос, он вот включает в себя главным цветом, я акварелью делаю, а потом прорисовываю волоски уже красками, уже прорисовываю волоски масляной краской, вот, и потом уже делаю на моде специальном, на Lumine Shade делаю блики, и потом их размазываю еще одним видом смаджем. Здесь платье примерно похожая ситуация, только я акварелью делаю и складки, и там решаю добавить несколько теней, и вот складки я затемняю либо shade, либо Lumine Shade, когда хочу сделать, чтобы было более ярко и выразительно. Фортушок, я решила, ну он как бы у нее белый, поэтому я очень недолго на ним старалась, но сделать ее как можно более подробным, детальным, вот. Как вы можете заметить, я брала рефенсы, у меня отдельный окно для рефенсов стоит, и руку я долго там рисовала, и кисть, и поняла, что потом она как-то у меня вышла неправильно, и я в конце перерисую кисть, которая держит нож. Теперь я пытаюсь, стараюсь добавить какие-то пятна крови, чтобы это было, ну, реалистичнее, поэпичнее, в принципе, так все, да. Разные аксессуары делаю, блики, и это все. Да, и я вот на несколько минут забыла, что у нее кожа-то непростая, потому что она раз веки сейчас. Это, кстати, не совсем по канону, потому что там не было никаких эссенс, или как они там называются, с вот этой вот дьявольской силой, где она такая прям в некоторых моментах, где она есть. Это такая сила дьявола, где она вот в такой вот форме, вот, и просто всех там кромсает жестко. Такого на босс-файтах нету, потому что это как такая суперформа, но мне она невероятно понравилась, еще, ну, вот, с первого раза, когда ее видела. Не знаю, я во вторую не играла еще, такая способность, но она очень крутая. Как видите, я сейчас прорисовываю руку, вот, и детализирую ее кожу, потому что очень много разных деталей, там, и рога, и складки, вот, на руках, и остальное. И довольно, на самом деле, не привычно рисовать персонажей с таким цветом кожи. Не знаю, просто, как правило, я так здесь не рисуюсь, и вырисовываю еще некоторые сейчас какие-то детали. Вот, но это было довольно необычно, но на самом деле интересно, особенно такой вот цвет. Такие вот рельефы и вот в таком вот амплое, так скажем. Пытаюсь нанесывать ноги и колготки, я не помню, почему я брала мои муги, раннюю еще работу. Но я что-то там откуда-то цвет попрала, наверное. Вот, бант я делаю по такому же принципу, что их фартук, потому что он является частью фартука, и я о нем вспомнила только вот сейчас, походу. И, как вы можете заметить, пока я рисую, называю такие ножи, все-таки детали, я залила серым фон, потому что я вижу, что у меня много белых деталей, чтобы фон у меня был темным, чтобы они были хорошо прокрашены. Вот я вот не очень люблю рисовать на сером фоне, мне не очень удобно, но тут уже выходов не так уже много, поэтому я сейчас рисую на сером фоне. И вот эта вот штучка, которая дается при боссфайтах, не знаю, просто я ей мало пользуюсь, я ей очень часто пользуюсь чисто на боссфайтах, потому что это для тех, я не знаю, кто не знает, или кто в теме, или не в теме, это такая вот, не то что бомбочка, но, конечно, такое оружие, которое ты ставишь, оно делает такой радиус огня возле себя, какая вот поливалка для газонов, только огнем, вот. Очень удобная вещь, на самом деле, при боссфайтах, вот. И, наконец-то, я пришла к сороконожке, пытаюсь как-то детализировать, делать какие-то там тени, остальное, смотрю на референсы, но, не знаю, мне как-то не то что неудобно, я вот, когда рисовала, не очень была довольна, сама сороконожкой, не знаю, почему, может, для меня форма непривычная, не знаю, но мне как-то, ну, сначала не нравилось, но я пыталась. Я вот, наверное, всё видео говорю, что что-то пытаюсь, но оно как бы так и выглядит, что я пытаюсь, и экспериментирую как могу. И пытаюсь сделать какие-то рельефы, тени, вот, всё. Блики тоже я делаю на модах, если кто не знает, я их меняю, если кто-то может заметить. Одежду рисую, складки, тоже я, именно, делаю тени на моде, shade, и мне почему-то хотелось сделать зелёным, не знаю. По-моему, я с пипетки взяла зелёный, поэтому мне он вышел таким зеленоватым, чтобы как-то отвечать, что ли, больше оригиналу. Субтитры сделал DimaTorzok Вспомнила про чёрные концы, я очень часто вспоминаю про что-то. Вот, и теперь такая самая интересная часть, рисую кровь. Крови много, крови в достаточном количестве, везде кровь, потому что вот всегда на боссфайтах, всегда вот, вот, эпично они как раз членяются, у них там кровь прям, как у перечницы было, какие головы отрубали, так и здесь. Здесь очень всё так эпично и именно кроваво показано, всё-таки, чтобы соответствовать тону игры. И наконец-то я перехожу к фону и понимаю, что это будет долго. И я немного налажала свою кровью, потому что я набрала, наверное, рисовать в конце. Теперь вот такая вот задача. Я немного не подумала об этом, поэтому мне пришлось всё там расчищать, стыщать. И ну как-то, да, я вот над фоном возилась, мне вот всегда говорят, мол, сначала рисуйте фон, а потом выражайте персонажей, именно персонажей не закрашивайте. Но мне как-то неудобно сначала фон рисовать, вот, но может быть когда-нибудь я всё-таки начну с фона, а потом уже буду разукрашивать персонажей. Пытаюсь исправить ситуацию с вот этим. Понимаю, что надо сделать его голубым, потому что он как бы голубоватый, но на фоне вот этого всего серого, но того же цвета, поэтому надо его сделать более голубым. Потому что по дефолту оно тоже более голубое. Я рисую сейчас, прорабатываю локтит, как это называется, как бы уже проработала, как бы эта пещера, вот, и последние мазки, так сказать, свет, который падает, блики солнца, я не знаю, какой-то цвет. И вот сейчас точно последние штрихи. Я корректирую в фотошопе, я делаю размывку, что на первый плач, что на второй, чтобы смотрелась композиция более целостно. Так, ну, где-то размываю, где-то делаю речи. В последнее время я очень часто так делаю и подписываю тоже в фотошопе. Потому что, чтобы действительно композиция смотрелась более целостно и интересно, как именно, как живое действие. Ну, вот и все. Вот так у меня вышло. Я, в принципе, довольна. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok